Всем привет! Это очередной выпуск с ответами на вопросы о бытовой технике. На этот раз расскажу об утюге. Прибор вроде и простой, но вопросов в его адрес возникает немало. Насчет воды, хранения, очистки и даже кучи лайфхаков. Кто-то даже спрашивает, можно ли пожарить яичницу на утюге. Но об этом позже. Сначала к делу. Одни заправляют утюг только фильтрованной водой, другие кипяченой или даже дистиллированной. Так какую же выбрать для себя? Большинство утюгов оснащаются специальными фильтрами и системой самоочистки, поэтому спокойно работают с обычной водой из-под крана. Но чтобы поменьше менять эти фильтры, да и вообще чистить утюг, лучше разбавлять воду из обычного домашнего фильтра с дистиллированной. Пропорции один к одному. Если после глажки в резервуаре осталась вода, то подождите, пока утюг остынет и полностью слейте ее. Еще желательно перевести утюг в режим без пара, а хранить его только вертикально. Вроде бы ответ на этот вопрос очевидный, но его продолжают задавать. Видимо из-за нюансов. Современные утюги умеют выключаться автоматически, без неприятных последствий. Например, если оставить модель с такой функцией прямо вот так, то уже через 30 секунд она просто вырубится. А если забыли утюг вот в таком положении, то отключение случится через 8 минут. Кстати, если у вас не какой-нибудь раритет, работающий на углях, то в утюге по-любому есть терморегулятор. Он нужен, чтобы держать одну температуру подошвы и срабатывается щелчком. В горизонтальном положении он, конечно, не спасет. Зато в вертикальном он будет циклично включаться и выключаться, пока вы не вспомните, что гладите. Главное, чтобы за это время утюг никто случайно не зацепил. Например, пролетающие мимо домашние животные. Конечно, можно. Любой паровой утюг умеет работать в обычном режиме глажки, то есть без воды и пара. Этот способ лучше использовать только в крайнем случае. Например, если утюг несколько лет не чистился и уже с трудом создает пар. И, конечно же, вся ответственность за такую чистку ложится на ваши плечи. Возьмите 200 грамм очищенной воды, нагрейте немного и разведите в ней столовую ложку лимонной кислоты. Залейте полученный раствор в отсек утюга и установите максимальную температуру. После нагрева начинайте жать кнопку подачи пара или парового удара. Будьте готовы к тому, что из подошвы может вылетать и выходить всякая плохо пахнущая гадость, которая за годы накопилась внутри утюга. Ее нужно сразу же вытирать тряпкой, смоченной таким же раствором кислоты. Парить нужно, пока не кончится вся жидкость. Потом промойте несколько раз резервуар чистой водой и ей уже снова пропарьте утюг, чтобы вышли все остатки лимонной кислоты. Еще вам может пригодиться вот это видео. Там есть парочка дополнительных советов по очистке утюга. Если нужно быстро высушить вещи, а кроме утюга больше вариантов нет, то выключаем функцию пара и проглаживаем одежду с обеих сторон. После развешиваем ее где-нибудь на 10 минут и снова повторяем глажку, но уже с внутренней стороны. Особо деликатные вещи сушите только через слой ткани. Этот вопрос был уже из серии лайфхаков. Даже так, очень невинных лайфхаков. Ведь что только люди не спрашивают у гугла. Можно ли утюгом убить клопов, выпрямить волосы, ламинировать или гладить деньги? В общем, тестовых клопов у нас нет, а свои волосы я как-то мучить не хочу. Поэтому экспрессом отвечу на другой популярный вопрос. Теоретически пожарить омлет на утюге можно, главное сделать подобие противня из фольги, чтобы на подошве ничего не пригорело. Но помните, что производитель такую опцию плиты не предусматривал, и куховарить вы будете на свой страх и риск. Вот такие вопросы часто возникают у владельцев утюгов. Пишите в комментариях, какие ответы на вопросы вам понравились больше всего. И оставляйте свои вопросы о бытовой технике для следующих выпусков. Если видео вам понравилось, то оцените его лайком, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Также смотрите вот эти два видео. Узнаете, облучает ли микроволновка человека и что будет, если во время стирки отключат воду. Пока!